Привет, друзья! Сегодня суббота, это значит, что мы снова куда-то поедем. Я выбрал направление заброшенный детский лагерь «Сказка», который находится на Дмитровском направлении, возле деревни Горки. Вышел чуть пораньше, сейчас протру лобовуху, потому что у меня она достаточно грязная. Вот мама мне тут предварительно уже положила вот такую щёточку, потому что я ей немножко не дотягиваюсь. И вот таким средством сейчас буду отмывать. Ну, а девчонки там кофе готовят и собираются. Я думаю, через 5 минут уже подойдут. Но я пока займусь работой. И я в машине уже перешел на зимний режим. Сегодня 6 градусов, вот видно, да? И у меня есть такая опция, что когда включается машина, сразу врубаются подогрев сидений и руля. Ну, просто на минимум. Потом, когда будет похолоднее, буду на всю жарить. А ещё мне очень нравится, что здесь есть сервисный режим, когда щётки, видите, сейчас хоп и наверх поднимаются. То есть не надо там манипуляции различные проводить. Просто кнопку нажимаешь и удобно чистить стелку. Просто их отгибаешь и всё, щёточкой проходишься. Первый этап я сделал, набрызгал, немножечко потёр. И следующим возьму просто обычные салфетки и протру непосредственно резинки. Потому что они тоже в масле и достаточно грязные. Ещё немножечко потёр, подождал, чтобы средство схватилось. Ну и давайте проверять, насколько всё чисто. Ой, офигительно, как после мойки. Тут просто в чём фигня, ребят? Когда дворники постоянно работают и они грязные, остаются вот такие следы, какие-то черкаши. И меня это дико бесит, особенно когда едешь в вечернее время и от фонариков такие отблески жирненькие. Сейчас всё отлично. Вообще огонь. Ещё раз покажу вам средство. Мне прям очень оно нравится. Я ещё когда огонял на Ашкоде, тоже им пользовался. И не вонючая. Пришли девчонки. Всё, сейчас поедем. Так, единственное, мне надо будет камеру протереть. Тут такое пятнышко. Не очень. Всё. Да нет, садись, Ма. Кофеёчек. Класс. Садись, садись. А что там у тебя? Йогуртики всякие, да? А, правильно, правильно. Это мой? Нет, это наш, а это мая. Ага. Это мая. Горяченький? Ну, я не знаю, как получилось. Всё равно, и вот не могу. Уже третий раз говорю, шапка у тебя прикольная. Традиционный завтрак перед поездкой. Это заезд. Вкусная точка. Видишь, я молодец. Всё, я вспомнил. Вкусная точка. Кстати, пару дней назад было повышение цен на Макдональдсе на 10%. Друзья, ну, мы на финишной прямой выехали на Агравику. Здесь, видите, это то, что дожди шли, подразмыло немного. Зимой, наверное, здесь и не проедешь. Хотя, могу ошибаться. Может, здесь и чистят. Всё, мы практически на месте. Прикольная дорога здесь. А вот и лагерь уже. Ага. Забавно так. Ну, чё, готовы окунуться? Да. Я готова. В Советский Союз. Интересно, а куда мне встать? Здесь, как бы, уже всё. И вот туда не влезу, не протиснусь. А вот с забора кое-то не сможешь? Да я сюда вот заеду. Можно, да? Ну, а куда мне встать? Наверное, можно. Ну, как я в интернете и читал, вход стоит с одного человека 300 рублей. За парковку не берут. Вот это у нас детский сад, как объяснила женщина. Но мы потом туда пойдём. А сейчас у нас история вот туда. Там кинотеатр, ещё что-то. Во всё можно заходить, смотреть. Поэтому будем любоваться. Здесь хозяйственные постройки. Трактор очень старый. Вот это тоже действующее. Но здесь администрация сейчас сидит. Ну, и сейчас всё будем обсматривать. Вот там улья. А пойдёмте всё равно трактор посмотрим. Надо нам в разные стороны отходить и болтать. Я тебе мешаю немного, да? Ну, давайте это, 50 метров дистанцию соблюдать. Наверное, так. Да, мы разделимся, пожалуй. А там мы с Катюшей друг другу просто мешать будем. У неё свой взгляд на видео, а у неё свой. Территория 10 гектар. Очень большая. Сходим. Там ещё нам объяснили в бомбоубежище. Можно попасть, посмотреть. Поэтому, не торопясь, буду всё снимать и показывать. Батарейки я с собой взял. Так. Вон, смотрите какой старый трактор. Я такой последний раз в Мордовии видел. Прям старенький, старенький. Буквально 10 минут прошёлся. У меня уже замёрзли уши. Шапки нет. Поэтому буду ходить пока в полочке, в капюшоне. И жду девчонок. Они вон там на горизонте сейчас подойдут. Вот здесь у нас детский кинотеатр. Здание надо будет обойти с обратной стороны. Сейчас полазим там, тоже посмотрим. Смотрите, книжка какая-то старая лежит. Тук, тукач. Тут можно уже войти, между прочим. Через окно. Но мы через главный вход пойдём. Любишь заброшки? Я? Ну, нет. Это как-то грустно немножко. О, прям. Совок-совок. Пойдёмте внутрь зайдём. Пойдём, пойдём. Окна тут уже подзабиты так. Видимо, чтобы снег туда зимой не попадал. Детский ботиночек. А, ну слушай, туда можно войти посмотреть. О! Дизайн такой. У нас была в багере. Точно так же заходишь. Там у нас был зал. Ну, господи, где сцена? А, актовый? Да, актовый зал. А, ну вот, это он и есть. Один в один. А наверх поднимаешься, там столовая. Ну, тут нифига не видно. Я сейчас попробую фонарь включить у телефона. Потому что я не вытяну эту всю историю. Ну-ка, видно? Не, нифига не видно толком. Ну, так, чуть-чуть, конечно. Кого-то в Чернобыль попали, да? Почему все это забросили, интересно? Не знаю, может, финансирования ума не было. Должен же быть какой-то хозяйственник. Ну, видимо, да. Че, когда Советский Союз развалился, всем было пофигу. Ну, видимо, это и есть, да, столовая. Тут вот умывальники. Ну, тут такое помещение. Тут ничего нет. Хоть вы и не видите, но поверьте на слово. Там немножко лепнины, какие-то цветочки. Андрей, здесь мы раздевались и учились. У нас там уроки проходили, когда я ездила зимой. А вот здесь была столовая, один-в-один помирок. И здесь мы руки муили. Я так подозреваю, что просто это проекты были плюс-минус одинаковые по всей стране. Тут только вот, чтобы фантазии хватало, вот всякие цветочки вот эти делают. Там где актовый зал, там мы дискотеки устраивали. Кто стоит? Пианино. А, да. Ну, а пианино, правда, ничего не осталось уже. У нас платья, и у нас как бы учёба была. Вот так вот. Мы когда на месте приютали, я начинаю снять. Чулки для мужиков. Вот так вот видали народную мудрость. О, что-то я тут как-то прям боюсь. Годи. Что-то проваливается здесь. Проминается. Цой жив. Здесь, видимо, тубзики были. Это кухня. Кухня? Да. Видишь, вытяжки. Вот тут, смотри, заварили они. Видимо, туда вниз куда-то. Вот видишь, вытяжки. А, здесь кухня, да, была. Смотри. Вот тут какое-то техническое помещение. Может, здесь выдача была еды? А здесь лифт, да? Да. Видимо, продукты, чтобы... На, лифт. Извините, у меня лифт не работает. Такое светлое, да, помещение. Прикольное. Казалось бы, да? Окна сверху. Так улучшают видимость тут всего. Технические шкафы. Ну, естественно, тут ничего не работает. Оттуда мы вошли сейчас. Здесь тоже. Приколдесно, да? Чё? Наш мир не вечен. Абсолютно согласен. А там... Что? Вот тут ещё есть помещение. Небольшое. Привет. Так вот. А вот сюда я как раз не дошёл. Ну, здесь нифига нет. Просто вот и лужи при этом. Давайте посвечу. Выйду-ка я в окно. А, вот ещё какое-то помещение. А, ну здесь просто забито было. Челлау-зона, так скажем. Здесь тоже. Ну, дети поели, сели, покурили. Тут вид нормальный. Ну, мне очень нравится. Вот так полазить, посмотреть. Чё? Я тебе так скажу. А ты говоришь, дети сюда вышли, там, челау-зона, покурили. Ну, мы вот в столовую заходили, нас сюда не пускали на балкон. Типа, не знаю. Просто вот мы сюда не ходили никогда, ни разу. Несмотря на то, что я была в таком же лагере в столовой тренировке. Может, типа, что вы с балконом не плевались там, не знаю, не дурачились. Или, в принципе, не прыгали. Я не знаю. Или, в принципе, да, не прыгали. Мы на балкон не выходили никогда здесь или нет. Ну, видимо, здание уже так достаточно давно, да, заброшено. Уж не знаю, с какого года. С 90-х, потому что тут уже на балконе деревья проросли, кустарники. Он уже даже кусок ёлки. Что это? Немножко грустно, что здесь раньше дети орали, да? Веселье было. Они хавать шли, прям бежали с удовольствием. Ну, а кто-то нет. А сейчас всё. Остаётся мусор. Старые советские книжки. Смотрите, что нашёл. Облом его нашёл Гончарова. Ну, так вот. Грустно, но что делать? Ну, если у административное здание, у нас же висок без лякор, как раз, была. Потому что книжки я много люблю, что сборяется. Тетрадка вон какая-то. Детский почерк. Прям сильно плохой, размашистый. Ну и срач, конечно. Видимо, сюда с кофеёчком. Всё здесь бросили. Оно, когда крашеное было, скорее всего, симпатично выглядело. А сейчас это прям крипово всё. Я даже не могу понять, что это. У женщины, которая змея вместо волос. Гаргона? Вот, по-моему, Гаргона. Вот похоже на эту Гаргону. Совсем не мило и не весело. Сейчас спросили у ребят. Вот там находится бомбоубежище. А мы пойдём в ту сторону, посмотрим корпуса. Вон там один из них виднеется немножко на фоне. Один из корпусов. Ну, что-то, по-моему, он... Что-то мне подсказывает, что он закрыт. Тут закрыто. Может, с обратки? К сожалению, написано «Охраняемая территория». Я просто вижу там через окна кроватки. Тут вон телевизор. Даже шторы остались. Но, к сожалению, закрыто. Может быть, есть открытые корпуса? Не получится у этого войти. Заколочено. Как я и не пытался. Да, интересно было бы на их комнате посмотреть. Вот ещё один корпус есть. Может быть, к нему дойти? Не зря приехала. А вот этот корпус-то повеселее. Ну, нет. Тут всё закрыто. Тут единственный у нас вариант – это вот через окно залезать. Ну, мама точно не полезет. Ну, да. Вряд ли. Ну, вот как бы. Давай хоть камеры засунем. Да, ладно. Причём, как будто кто-то разбил, да, целенаправленно и полез. Да, я тоже всуну, так сказать, лицо своё. Ну, тут тоже, вон, лепнина. Причём корпуса такие, ребята, на века строили из кирпича. Всё, блин, развалится, а сам вот этот скелет будет ещё 200 лет, блин, стоять. Вон ещё один корпус. Идём дальше? Да. Да. Всё заросло. Дорога такая симпатичная. Вот это, то, что так уютненько, да, когда всё взросло. Наверное, здесь в снаре даже борщевик было. Да. Аккуратнее, да. Ой, а с этой стороны, смотрите, как красиво тоже. Ой, да. Мощой зверь, как он называет? Осьминог, да. Ага, осьминог. Но выглядит вообще не по-детски, я вам честно хочу сказать. Здесь можно, когда чуть стемнеет... Слышите, фильм ужасов снимать. Это октопус. Да. Ну, не знаю, мне не нравится это дизайнерское решение с этими скульптурами. Мне кажется, даже если их покрасить эту ситуацию не спасёт, то будет у меня странно. Ну, а сюда. Вообще не так. А детям пофигу. Не знаю, не знаю. Я только хотела сказать, дети сейчас такие мультики смотрят, что я вовлюсь не разобрала, что это герои. Они в них влюбляются. Непонятно, мужчина или женщина или вообще кто. Вот этот Бобка Боб, это вообще что? Когда первый раз, я потом втянулась, стала ещё более-менее смотреть. Но когда Тёмик стал вот это вот смотреть, мне приходилось сниму своих, я сначала вообще даже не врубила. А вы видели, сейчас продают всякие эти игрушки с треугольными головами и там... Головами. Головами. Игрушки с треугольными головами и там зубы, короче. Конечно. Меня Тёмик такую игрушку просил. Мы с ним пошли в детский мир. Я когда увидела эту игрушку, я думала, ой, боже мой. И пошли мы с ним на компромисс. Я сказала, я не куплю, я тебе куплю дорожную, только давай нормальную игрушку куплю. И в итоге он согласился на гараж. Я ему гараж купил, вместо него страшно. И причём он именно просил синего цвета. То есть вот с этой улыбкой от уха до уха, там, ну, условно уши, да? Смотрим, голень, как у тебя понятные зубы такие. Вообще просто. А вот здесь вот, скорее всего, занимались... Спортом? Спортом. На зарядку! Да-да. На зарядку! На зарядку! На зарядку! Становись! А рядом с предполагаемой детской площадкой тут нашли дом. Может быть, в бане здесь была? Фиг, кого знает. Ну да, тут, смотрите, печь есть. Можно жатву сделать. Тут даже дрова есть. Мне кажется, это баня, про которую говорила женщина. Даже царапет из петча. Сколько лет он уже не используется, он не треснул. Не... Ну, сваи, видим, никуда не ушли, ничего не потрескалось. Это, мне не понравилось, потому что она сказала, во все здания можно заходить, а вообще все закрыты. Крупуса закрыты, баня закрыта. Ну, корпуса... Такой обман на старте, да? Да. Ну, хотя бы там это бомбоубежище открыто, то, что ребята говорили, можете посмотреть, на слайденькое ставить. Ну, вообще, да, немножко она нас обманула. Ну, что, давайте, девчонки, зарядочку. Раз, два, три, четыре. Вон еще один корпус, к нему подойдем. Если и он закрыт, ну, тогда в бомбоубежище же бессмысленно, потому что два было закрыто. Вон еще один, я вижу, корпус. Вон, комфортно гулять. С семьей, если хотите поболтать и немножко уединиться, вам никто не будет мешать. Ну, а мы идем еще, посмотрим пару корпусов, открыты они или нет. Мы сейчас были возле того корпуса, и вот тут еще один стоит. И вот там, за елками. Сейчас на разведку сбегаю, пока там девчонки что-то какие-то кустики смотрят, листочки. Окна все разбиты. Ну, все равно можно, конечно, залезть, но я не буду этого делать, если как бы дверь закрыта. Просто можно сунуться туда с камерой. Ну, пустые комнаты. Все разобрали, сперли, украли, переиспользовали. Ну, и подпирает всю эту конструкцию просто стул. Ну, там можно пройти, я вам вижу, с той стороны открыта дверь. Можно это сделать. Да, тут немножечко крипово. Вот в этот корпус можно войти, с обратной стороны там открыта дверь. Но комнаты пустые, вот такая дорожка здесь живописная, мне нравятся деревья, как и в Абхазии. Да, вот тут, видишь, дверь открыта. Подвальчик. Ты маму не потерял? А, там сзади идет что-то там, листочки все высматривает. Жесть. И вот тут дети жили. Как они выбирают? Забудки, смотрим, снимаются запах. Масленники, да? Ну, да. Ну, вот тут, смотри, тоже какие-то конструкции вообще криповые. Жесть. Да, выглядит все очень страшно. Да, эти вода, такие сзади. Можно тебя попугать? Нельзя, ну пожалуйста, пугай. Пожалуйста. Катя очень сильно боится, а я пойду на второй этаж. ты что, ты что, реально ссыкуешь? Да. Пошли в мусор. Что там было? Не знаю, что там было. Ты бы хотела здесь погулять часов 7 вечера? Нет, не хотела. Что там идет? Ма, давай в дверь заползай к нам. Только аккуратней, курткой не задень. Тут, блин, гвозди и вот это все. Ой, вот это да. Да, прям, будь сильно аккуратней. Сейчас порвешь куртку за тридцатку по глупости. Давай, поднимаемся наверх. Тут на первом этаже комнаты пустые. Ну, это разве и на для детей все сделано? Увес. На вкус и цвет, как говорится. Какие-то бескомненные наряды. Вот тоже, смотри, что это, кусок какашки какой-то. И тут все вот так вот. Выглядит глинастик какой-то. И вот это. Очень добрая вообще. Ага. Гиена какая-то. Гиена, да, как из короля. Тут уже, смотри, лужа. То есть тут с годами вообще он провалится когда-нибудь этот пол. Пусто, да? Ну, да. Ну, это хотя бы выглядит светло. Ага. А у дяди на морковке нет коровы. Что это было? Это корова? Или нет? Да. Ужас. А здесь эмывальники были. Эмывальники. Ну-ка, дети, встаем, пойдем чистить зубы, умываться. Плитка сохранилась. Не отбили. Вот тут полотенчики свои вешали. Эта пленка слишком в столе просто не здесь, но они были. Вот здесь. На вот этой дощечке, скорее всего, у нас тоже такая была. Что, это за столе? Там, походу, да, там, походу, тубзики были. Да. А тут он и остался. Покекать, так сказать. Есть, да, один. Очень интересно, конечно, кому-то будет. Ну, все рассмотреть. Раз уж пришли, что нет-то? Ну, и вот тут тоже пустые комнаты. Смотрите, вот туда кто-то пошел. Я не знаю, из какой стороны здесь пошли. А, вот отсюда. И вот по этой дорожке пошли. Туда вниз. Интересно, там что-то в ней здесь еще? Ну, дойдем сейчас. Пойдем? Пойдем? Я думаю, все кропусаты мы не будем обсматривать. смысл. Они все одинаковые. Все не будем, конечно. А те, которые закрыты, прям, ну, со всех сторон, я видел, там и телевизоры стоят старыми. И кровати. Видимо, ну... Что, не украли? Ну, да. Я думаю, так. Ну, тут шкафчик, смотри. Тут, наверное, всякие свои предметы, быта складывали. А, тут умывали. Мне кажется, тут вожатые. Комнатка вожатого. Нет? Может быть. Похоже. Может быть, да. Двери такие, просто, смотри. А, там засохшая какая-то, это, букашка большая. Тут уже смотри, что это такое? Хом. Что это? Что это? Нашла кровати? Угу. Угу. О! Хоть какие-то реликвии остались. Реквизит. А это, видимо, шкаф был. А мы сейчас пойдем смотреть на бомбоубежище. По крайней мере, постараемся его найти. Потому что понятия не имею. Потому что понятия не имею, в какую сторону. Вон какое-то сооружение есть. Зеленое. Может быть, это оно. Там какие-то разговоры идут, я слышу. Это бомбоубежище, да? Да. Пойдемте. Пойдемте. Ну, оно шкоп-то закрывается, да? Мамка тут видит что-нибудь? Я буду смотреть, как вы идете. Я включу на телефоне. Извиняйте за качество. Надо было брать из машины мой, мощный. Тогда бы все обсветили. Да, с телефона, конечно, такое себе это все смотреть. Но мы можем выйти с той стороны. А, да, вот здесь можно выйти. Давайте выходить. Я ожидала большего бомбоубежащика. Да. Нам еще так сказали, оставьте у нас сладенькое. Ну, ну. А вы обратили внимание, когда деньги? Да, очень мощные. Да. Я еще раз все-таки покажу, потому что я... Хочу, чтобы вы понимали. Вот телефон. Это у меня 12-й, да, обычный. Вот такая вот здесь махина. А вот этот видит. С обратной стороны. Да, это тоже видели. Ну, такое, на самом деле. Ожидал большего. Правда. Ни хрена там не видно. Надо было, конечно, правда фонарь из тачки взять. Там у меня там дофига люмен. А, ну, вон еще одно. Это не единственное, ребята. Там вон еще одно есть. Ну, можно будет чем-то отличаться от этого? Вряд ли. Катя очень сильно подзамерзла. И спасает, конечно, приложение Вольво. Можно удаленно запустить тачку, нагреть ее. Сейчас придем, сядем. И все уже будет тепленькое. А можешь приблизить? Я с твоей камерой это покажу, потому что у меня, ну, приближения никакого нет. Прикольно. Вот что это за звук был. Надувание шаров. Я сказала, мы когда были возле бани, мама такая стоит, говорит, так, тихо. И мы услышали то, что что-то там шумит в лесу. И это вот этот звук был. Ну, что, понравилось в целом вам здесь? Стоит того? Или скучновато? Правда, как-то опасненько, знаешь. Вот ходить, можно на гвоздь напороться, на стекло, провалиться. Вдруг пол где-то, не знаю, провалится, еще что-то. Ну, да. Ну, пока видишь, все держится. Но со временем, конечно, здесь будет уже все опаснее и опаснее. Давайте как-нибудь тоже посмотрим, сколько это стоит. Я бы с удовольствием. Я, конечно, совсем не знаю цен по полетам на воздушном шаре. Катя подсмотрела, в Дмитровском районе 8 тысяч человек. 8 утра, 24 тысячи надо было потратить, чтобы вот так вот взлететь, полетать, посмотреть. Ну, может, уже в детский сад-то вон тот и не пойдем. Я думаю, пошли с машинами. Субтитры подогнал «Симон»!